МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Свершилось город Ульяновск теперь с бюджетом на 2022 год. И об этом мы сегодня будем говорить с Ильей Владимировичем Ножечкиным, председателем Ульяновской городской думы. Добрый вечер, Илья Владимирович! Сколько у нас миллиардов и на что мы их направим? Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приведу несколько цифр по общим параметрам нашего бюджета. Расходная часть на 2022 год закладывается в сумме 14 миллиардов 306 миллионов рублей. Я думаю, что на слух сложно понять, много это или мало, поэтому предлагаю сравнить. И первоначальный бюджет, который мы принимали на 2021 год, по расходной части составлял 11,7 миллиарда рублей. То есть рост существенный. Откуда взялись вот такие цифры? Во-первых, мы говорим не только о расходной части, но и о доходной. И, к счастью, растет и она. И составляет также 14 миллиардов рублей. Дефицит в объеме 300 миллионов рублей закладывается. Но здесь я отмечу, что впервые при этом снижаются расходы на обслуживание долга благодаря профессиональной работе финансового управления Александра Александровича Бармина, заместителя главы города. То есть, несмотря на то, что мы продолжаем финансировать дефицит бюджета, но расходы на обслуживание долга снижаются. И вот этот год такой первый, когда мы в первоначальном бюджете смогли это показать. Ну, откуда в целом, да, по доходам эти цифры? Рост собственных доходов 10,5% и в условиях пандемии. То есть, да, в период пандемии экономика у нас растет. Да, основываясь на социально-экономических показателях, вот такой прогноз согласован со всеми финансовыми органами. И, конечно, это неплохо. При этом важно отметить, что более чем на 33% растут безвозмездные перечисления из бюджета регионального. Ну, это помощь региона, областной столице. Большая часть средств здесь, конечно, это финансирование полномочий по образованию. И это почти 7 миллиардов рублей из более чем 8 миллиардов рублей поступления из бюджета регионального. Опять же, откуда этот рост? Я думаю, стоит сказать про такой новый принцип формирования бюджета, который применен на уровне региона правительством. И он же транслируется муниципалитетом. Вот Алексей Юрьевич Русских, наш губернатор, обозначил, что благосостояние людей сейчас главный приоритет. И поэтому и формирование бюджета подчинено именно этой логике. То есть сначала финансирование зарплаты и всех связанных с этим платежей и расходных строк. Вот, а затем уже все остальное. И поэтому здесь практически на целый год закладываются средства на зарплату. И также приведу очень такую важную, на мой взгляд, цифру, что финансирование фонда оплаты труда городских бюджетников растет, исходя из документов, которые мы приняли, на 15,3%. И это реальные средства, которые дойдут до людей. А жители города, которые непосредственно, доход которых непосредственно зависит от бюджета, больше 18 тысяч человек. Ну, мы понимаем, сколько это жителей, учитывая, что в семье 2-3 человека, как минимум обычно. Поэтому вот десятки-десятки тысяч людей должны почувствовать вот эти изменения, которые мы в бюджет заложили по росту фонда оплаты труда. Что это за люди, да? В основном это учителя, педагогические работники, доп. образования, например. Это работники учреждений спорта, культуры. И, конечно, наших городских предприятий и учреждений, занимающихся обслуживанием территории города, содержанием парков, скверов, дорог. Ну, и наши городские перевозчики общественного транспорта. Ну, я так понимаю, что в этой части у депутатов никаких вопросов не возникло. Но реальный сектор экономики? Да, по реальному сектору экономики, здесь отмечу, что для нас было важно увеличить финансирование наших муниципальных предприятий. Поэтому на десятки миллионов рублей мы увеличили. Более 40 миллионов рублей прибавка, это у нас подорим строю. Также десятки миллионов рублей мы добавляем на центр озеленения и благоустройства. 100 миллионов рублей добавляется на Ульяновский электротранс в первоначальном бюджете. Это, конечно, снижает, как по электротрансу, например, дефицит. Мы понимаем, что городской трамвай – один из главных видов транспорта. И благодаря тому, что трамваи обновляются, многие люди пересаживаются на трамваи. Ходят они в основном стабильно. Хотя определенные замечания у нас есть, и депутаты эти жалобы получают. Мы их отрабатываем вместе с электротрансом и администрацией города. И дополнительное финансирование предприятий тоже должно обеспечить качественное содержание города. Мы понимаем, что до нормативных значений, если их рассчитывать абсолютно верно, и сравнивать с мегаполисами, с городными миллионниками или с Москвой, и, конечно, эти суммы пока на единицу площади, безусловно, не дотягивают. Поэтому и замечания у нас остаются, и мы с депутатами мониторим. И вот на городских аппаратках сейчас взяли за правило одну из сфер городского хозяйства по всем округам проверять, давать эту объективную информацию и добиваться того, чтобы ситуация улучшалась. — Позвольте вопрос. Эти деньги, они текущую ситуацию позволят поддерживать? Или все-таки перспектива какая-то заложена? — Ну, это позволит укрепить предприятие в целом. Если говорить о развитии, то это, прежде всего, приобретение техники, это отдельная строка лизинг. И 70 миллионов рублей мы закладываем в бюджет следующего года. Часть этих средств это уже существующие. — То есть это отдельная строчка. — Да, и больше 30 миллионов рублей – это новый лизинг. Вы понимаете, что 30 миллионов – это расходы, связанные с обслуживанием. — Но так или иначе, все равно это отразится на городском хозяйстве. — Конечно. Покупается техника на сотни миллионов рублей, а обслуживание в первый год – это десятки миллионов рублей. И эта техника, безусловно, городу нужна, потому что, в первую очередь, тротуары. Есть замечания, что там греха таить. Претензии и у депутатского корпуса бывают. Тем не менее, мы рассчитываем, что вот этот бюджет позволит ситуацию улучшать. — А помощь из областного бюджета только на социальную сферу? Или тоже, допустим, дороги мы будем строить с помощью областного бюджета в Ульямске? — Традиционно основные строки, по которым инвестиции, большие инвестиции идут на городское хозяйство, конечно, связаны с региональным и федеральным бюджетом. Это, прежде всего, безопасные и качественные автомобильные дороги. Большой национальный проект, благодаря которому облик Ульяновска меняется из года в год. И я думаю, это уже сложно отрицать даже таким постоянным критикам. Объем работы в этом году был беспрецедентным. И на следующий год мы тоже рассчитываем на эту поддержку. Определенные изменения мы знаем, что будут и в областном бюджете по мере исполнения. Ожидаем, что и в феврале такие изменения пройдут. Но уже эти суммы, которые обозначены, позволяют говорить о том, что большими темпами ремонтироваться дороги продолжат. — Ну и радует подход, несколько изменился. Это не просто асфальтирование, а уже стремление к европейскому уровню. — Работая депутатом на протяжении нескольких лет, я наблюдал эту эволюцию, когда первое, что мы начинали требовать, это чтобы тротуары входили в объем работ. Потому что в первую очередь люди ходят по ним, а во вторую очередь уже ездят по нашим дорогам. Ходят все, а ездит часть людей. Поэтому то, что тротуары стали попадать в общий объем закупок и выполнение работы, это прекрасно. Потом туда добавили освещение. И сейчас, конечно, когда по БКД та или иная дорога сдается, то, конечно, вид ее уже очень современный, с хорошим освещением. И в части безопасности дорожного движения серьезный шаг вперед тоже. Вы видите, сколько светофоров, перильных ограждений. Ну, хотя про перильные ограждения есть, конечно, и противники, и сторонники, но безопасность они повышают, безусловно. Освещение пешеходных переходов и многое-многое другое. Общее впечатление от бюджета 2022, если его сравнивать даже с предыдущим годом. Несмотря на пандемийные времена, мы движемся вперед? Главную цель и губернатор определил, и мы для себя, разумеется, ее определили и принимаем. Благосостояние людей. Поэтому этот бюджет нацелен, в первую очередь, вот на, может быть, не на единовременное, конечно же, решение этих вопросов, но на такой существенный старт по тому, чтобы ситуация сдвинулась. Да, действительно сдвинулась. Бюджет остается социальным. 63% расходов являются социальными. И тут важно, что программа заботы, например, которая является главным инструментом помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, мы тоже наращиваем на 23%. Мы по социальной сфере, например, продолжаем реализовывать меры поддержки, которые некоторые другие муниципалитеты и регионы отменили, когда федеральные льготы по питанию, федеральные меры поддержки появились. Это знак выступления президента перед федеральным собранием. И некоторые города и регионы свои льготы тогда сократили, раз уж появились федеральные. 161 миллион рублей и направляем на эти цели дополнительно к тому, что сфинансируем те категории, которые определены федеральным центром и региональным законодательством. Мы закладываем конкретно на поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это выплаты, которые помогают. Ну, просто вот, когда людям элементарно тяжело и вот ситуация безвыходная, через комиссию оказывается адресная материальная помощь. Есть много других мер поддержки со стороны города, и мы отслеживаем, чтобы они не сокращались. И они действительно заложены с ростом. По социальной сфере, да, бюджет физкультуры и спорта, он тоже с ростом порядка 15%. И здесь я не скажу, что это какие-то новые объекты. Нет, это действительно решение проблем, в первую очередь, связанных с оплатой труда. Вот. Чуть более 8% рост по культуре. По культуре здесь дополнительная библиотека одна будет. Также пройдет через ремонт в рамках федеральной программы. У нас несколько модельных библиотек уже прошли. Вот такую программу, и они... Я не могу их назвать библиотеками после этого в чистом виде, потому что это совершенно новое пространство для людей, которое позволяет и детей научить новым технологиям, и молодежи там действительно с интересом провести время, и с пользой. Вот. И в то же время сохраняет все возможности библиотек, и новый доступ появляется, новые возможности доступа к большим данным, что называется. Вот. И это здорово. Вот. Это программа, а также, в рамках которой нам помогает и регион, и федеральный центр. Что касается больших инфраструктурных проектов, как вы отметили, ремонт дорог, да, перешел в новую стадию, даже не просто дорог, а новой развязки. А значит, город думает о будущем. И сейчас, в этом году, финансирование новых развязок уже доведено до нас, и это большая программа, которая позволит нам закладывать будущее такой транспортной стабильности уже и для наших детей в том числе. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тему дня» мы говорили о бюджете Ульяновска на следующий год. 14 миллиардов 300 миллионов рублей будут у нас в казне. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова